Отвечаю на следующий вопрос. Евгений, привет! Вот, я принял водное крещение 19 февраля, но чудо не произошло. Силы Святого Духа не было. А был только покой и радость. Я принял крещение не в полноте понимания, что это полное отдавание себя на 100% и обет Богу. У меня были идолы, а я и не знал этого. Мне что теперь, заново перекрещиваться или нет? Ну что ж, брат, то, что ты принял водное крещение, это уже само по себе чудо. То, что ты покаялся, это уже само по себе чудо. Что ты смог, так скажем, при свидетелях, при людях, посвятить себя Господу. Совершив завет с Богом через водное крещение. Так скажем, небеса были тебе свидетелями того. Поэтому я не вижу причины для сомнения. Ты говоришь, силы Духа не было, а был только покой и радость. Ну так Иисус и говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я дам вам покой. Ведь сам Дух Святой и есть наш покой. И радость. Покой, он вместе с радостью. Иисус также говорит, что радости вашей, так скажем, не будет конца. Радости ваши, он говорит, никто у вас не отнимет. То есть, когда ты приходишь к Иисусу, Он в Духе Святом как раз таки и дает тебе и радость, и покой. Поэтому я не вижу основания для тревог твоему сердцу. Но ты говоришь, что ты крестился в полноте, еще не имея осознания того, что надо себя отдать на 100%. Но я в этом тоже не вижу проблемы. Суть в том, что ты уже покаялся. Ты отдал себя Господу. Ты принял крещение. Надеюсь, что ты был крещен во имя Господа Иисуса Христа, согласно книге Деяний 2.38. Потому что в первоапостольской церкви крестили только во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому то, что у тебя был покой и радость, это нормально. Но ты говоришь, силы Духа не было. А ты чего ожидал? Ты думал, что сила это то, как ты, к примеру, насмотрелся в харизматической церкви или в пиесятнической, где все судорожно орут, трусятся, падают в оцепенении, лежат без сознания. Кто тебя вообще так наставил? Ты, наверное, думал на крещение, когда шел, вот сейчас ты зайдешь в воду, и тут небеса развернутся, и голубь на тебя духа сойдет, или пламя огня на тебя упадет, или ты услышишь шуршание крыльев херувимов и серафимов. Чего ты ожидал? Лично я за 18 лет веры, во время водного крещения, я крестил уже, наверное, несколько десятков людей за 18 лет. Я присутствовал нескончаемое количество раз на водных крещениях. Я еще не видел какого-то такого чуда, чтобы что-то прям такое супер чудесное произошло. Обычно, как раз таки, во время водного крещения у всех покой и радость, которую дает Господь. Впоследствии человек, который принял крещение, должен ревновать о наполнении Духом Святым. И наполнение Духом Святым у каждого человека происходит по-разному. Оно может быть до водного крещения, во время водного крещения может быть, и после водного крещения. Все зависит, так скажу, от состояния твоего сердца, от твоей веры. Поэтому, если ты еще не совсем уверен, что ты принял Духа Святого, значит, ревнуй о нем. Здесь ты говоришь, у тебя было неполное, так сказать, осознание, и были какие-то у тебя идолы, о которых ты даже не знал. Ну, на самом деле, я тоже не знаю, что там у тебя были за идолы. Я не знаю, как тебя научили, понимаешь? Потому что в христианстве, в некоторых динаминационных течениях, есть такие наиглупейшие вещи, которые они идолами называют. Ну, я не знаю, может ты, как молодой человек, любишь одеваться, ну, хорошо. Может ты чисто, опрятно одеваешься, знаешь, там, причесываешься, там, ну, не знаю. А есть люди такие, ну, с такими нездоровыми вещами, они говорят, это идол, христианин, должен одеваться как можно хуже. Ну, вот так, да, говорят. Ну, я же не знаю, может тебе это в голову вбили, да? Я не знаю, там, ну, меня, к примеру, там, за мою бороду иногда критикуют, за прическу, вот, бывает, критикуют. Так что теперь, если у них такой, какой-то религиозный фанатизм, что теперь мне под них подстраиваться, что ли? Ну, некоторые считают это идолом, к примеру, там, если ты, там, бороду отрастил. Я реально, я знаю лично даже таких людей, которые вот за такую бороду братьев вообще судят. Они такого наплетут, что просто хуже некуда. Я не знаю, что там тебе внушили, какие там у тебя были идолы, понятия не имею. Но даже если вдруг там у тебя какие-то и были, ну, так избавься от них, вообще никакой проблемы нет. Ты спрашиваешь, теперь тебе перекрещиваться заново, но я так понял, что у тебя возникли мысли, что надо заново креститься, потому что ты не пережил силы духа, как ты говоришь, и что у тебя не было полного осознания. Я не вижу проблемы в том, чтобы, ну, настолько проблемное, чтобы взять и перекрещиваться. Абсолютно не вижу проблемы в этом нисколько. Так что ревнуй о Духе Святом. Если там у тебя какие-то еще идолы, ну, так выкинь их. Вообще не вижу никаких проблем. И теперь ты говоришь, когда я встречусь с живым Богом, все то, что должно было произойти со мной после крещения, будет после встречи с Богом, брат, а как ты вообще мог покаяться, не встретившись с Богом? На мой взгляд, человек не может покаяться, не встретившись с Богом. Ведь только встреча с Богом, когда он касается твоего сердца, умиляет его. Когда ты действительно начинаешь осознавать, а ведь если ты с Богом не встретился, как ты можешь вообще покаяться, осознать свою греховность? Никак. Если ты осознал свою греховность, покаялся, так это и есть встреча с Богом. Это и есть Бога, встреча с тобой и твоя с Ним. На личном уровне переживания твоего сердца. Это уже чудо, твое покаяние и крещение, уже чудо. Итак, дальше ты их спрашиваешь, и можно ли без крещения, а возможно ли крещение Духом, как я понимаю, без дара иных языков? Ну, относительно дара иных языков, наверное, тебе сказали, что если ты не заговорил языками, значит ты не встретил Бога, не крестился и так далее. Ну, я с этим не совсем согласен. Но, смотри, на протяжении всего Евангелия знамение иных языков было в действительности после наполнения верующих Духом Святым. Этого не вычеркнуть из Библии. Так во всем Писании говорится, что когда извивался Дух Святой, то у них было знамение в виде говорения иными языками. Но, если мы взглянем на современное христианство и до чего дошли некоторые люди в этом вопросе, и в христианстве массы подражаний и лыжей языков, подражаний чисто человеческим бормотанием, искажением вообще речи, это еще гласололе называется. Есть такое психологическое, так скажем, явление, да, когда человек сам выдумывает слова, просто бормочет. Если там, я же не знаю, что ты лично сам подразумеваешь под крещением Духа Святого, да, как там тебя научили твои пресвитеры, не знаю, потому что учений уйма. Но, берем за основу Евангелие, когда изливался Дух Святой, он всегда изливался с иными языками, как знамение. Единственный, кто принимал Духа Святого, на кого Дух Святой сходил без языков, это был Иисус Христос. На него Дух Святой сошел в виде голубя, но знамение языков у Иисуса не последовало. Прям там. Это факт. Из этого стоит полагать, что наполнение Духом Святым не всегда сопровождается языками. Объясню почему. И языки это не единственное доказательство того, что ты крещен Духом Святым. Потому что, ну я видел сотни людей, которые говорят языками, и неизвестно, как они их получили. Они там стали подражать, выдумывать свои слова, бормотать непонятно что, за пастором своим повторять, как учат обычно у харизматов. Повторяй за мной. Вот там, сестра какая-то там стоит, значит, руки возлагает пасторша там на кого-то и говорит. Повторяй за мной. А младенец что начинает за ней там? Дыр, шмыр, гыр, тили-тили, трали-вали, ну и так далее. И вот они думают, что они языками заговорили. И вот они потом одно слово какое-то говорят, потом два слова. И говорят, это вы младенчики, как детки. Сначала ребенок мама говорит, потом папа, потом дай-дай-дай. И вот их так учат, что сначала ты на языках одно словечко говоришь, потом два словечка. А потом научишься говорить целые предложения. Я в это вообще не верю. Это, на мой взгляд, полная ерунда. Иные языки это речь, разговорная речь. Причем, когда человек тайно говорит духом. Это разговорная речь, вполне, так скажем, имеющая в себе набор разных слов. Это не повторение одного и того же слова, как это у пиесятников, к примеру. Выходит их пророчица или пророк их не. И одно и то же предложение повторяет 30 раз. А рядом стоит истолкователь и переводит его совершенно по-разному. Ну как так может? Три слова подряд, одни и те же три слова повторяет, стоит. А переводчик переводит, якобы истолкователь там. Ну это просто невозможно. То есть, такого быть не может. Поэтому иные языки это не единственное доказательство наполнения духом святым. Во-первых, дух святой приходит для того, чтобы освободить нас от греха, от закона греха и смерти. Самый первый плод Духа Святого в нас, это святость. Это освобождение от греха. Конечно же, крещение Духом Святым сопровождается и языками, и пророчествами, и видениями. То есть, дух святой, так скажем, он не приходит с пустыми руками в нашу жизнь. Он приходит с подарком в нашу жизнь. Один из подарков это иные языки. Но там их масса даров Духа Святого, описанных нам в послании Коринфянам. Поэтому, если ты не уверен, что ты принял Дух Святой, ревнуй о Духе Святом, о наполнении Духом Божьим. Все, что я могу тебе сказать. В принципе, вот так я думаю. Да благословит тебя Господь. Если есть какие-то более... Еще какие-то вопросы у тебя, брат, по этому поводу, можешь позвонить мне в скайп. Ну, тогда поговорим, так лучше будет. Всех вам, друзья, благословения. Служите Богу от чистого сердца. И да пребудет Господь всегда с вами во все дни вашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.